Здравствуйте! На вашем общественном телевидении продолжается программа Форум. Я Юлия Кузьмина с огромной радостью представляю наших гостей сегодня, которые просили для нас. Будем говорить о великом христианском православном празднике Крещения, который вот уже на днях буквально будет. Я представляю гостей. По правой стороне от меня отец Сергий, настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеймона. А по левой руке от меня Игорь Леонидович Коневиченко, руководитель духовно-просветительского центра в городе Сестрорецке. Здравствуйте! Добрый день! Интересно поговорить о самом празднике Крещения. Я думаю, для всех телезрителей нашего канала было бы интересно узнать, что 19 января все православные будут отмечать праздник Крещения. Им заканчиваются рождественские святки. Ну, для того, чтобы начать говорить о празднике Крещения, надо несколько моментов объяснения. Потому что праздник Крещения иногда называют праздником Крещения, потом называют его праздником Богоявления и праздником Иордании. Вот такую маленькую расшифровочку я хотел бы и вам, вашему вниманию и нашим зрителям предложить. Сам праздник Крещения свидетельствует о том, когда Господь наш Иисус Христос крестился от Иоанна в водах Иордана. Праздник был установлен в шестой день января согласно преданию. И крестился Иисус Христос около 30 лет сразу после своего дня рождения. И как мы с вами наблюдаем, что Рождество Христово мы празднуем по старому стилю 7 января, а праздник по старому стилю 25 декабря, а уже само Крещение Господа 7 января по старому стилю. В народе этот праздник известен под именем Иордань. В старину был обычай после совершения литургии в церквах совершать духовные процессии с хоругами, с иконами. Выходили, если таковые были моменты, выходили на рейти, озера. Всегда в России были крепкие морозы. То верующие люди вырубали такие лунки в виде креста. Лед был достаточно такой толстый. И люди, священники, освещали эти лунки с водой, озера. И потом совершалось купание. Вот почему праздник носит название Иордания. У нас в Сестрорецке уже 5 лет совершаются такие походы. Мы ходим из поселка Тарховка, идем в Сестрорецк на место, где строится у нас храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы выбрали это место не случайно, потому что там более пологий берег. И озеро Разлив почти вплотную подходит к строящемуся храму. И поэтому мы с Игорем Леонидовичем Каневиченко, который предложил и взял на себя основную часть тяжелого материального ношения организации вот этих наших событий, и мы определились, что именно будем совершать поход на это прекрасное место. Когда-то в Сестрорецке существовал храм Петра и Павла, но в годы лихолетия он был разрушен, и возникла такая необходимость, чтобы поставить все на свои места, и чтобы правда восторжествовала, чтобы действительно христианский народ вздохнул, было принято решение строить там храм. Да. Я думаю, что храм будет прекрасный. Нам очень много помогают наши добродетели, жертвователи. Вот очень много, большую лепту внес у нас отец Игорь Каневиченко. И к титрам храма является Беглов Дмитрий Александрович. Александр Дмитриевич, извиняюсь. Когда... Я уже нахожусь в Сестрорецке 10 лет, и, собственно, приехал я на Петербургскую землю, и Владыка Митрополит мне предложил именно поехать в Сестрорецк, чтобы я создал там общину и мог строить этот храм. И вот, когда Александр Дмитриевич у нас был главой администрации, то у нас все эти события пошли очень скоро. Сразу залили ему фундамент, начали строить храм, стены, все спроектировали, и, конечно, жизнь была очень у нас интересна. Она и сейчас интересна, потому что, дай Бог, чтобы храм у нас подошел к завершению. Также праздник Крещения Господня, он также еще носит название Богоявления. Праздник называется потому, что при Крещении Господа явилась Божественная Пресвятая Троица, о чем свидетельствует тропарь праздника, в котором очень ясно и понятно излагаются данные события. Ну, если есть у нас немножко времени, я просто прочту этот тропарь. «В Иордане крещающийся Тебе, Господи, тройческое явися поклонение. Родители в Бога, свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Сына именуя, и Дух в виде голубини, известовавши в словесе утверждения». Мы ясно видим Сына Иисуса Христа, которого крестит Иоанн. Мы слышим Бога Отца, который говорит, «Сей мой Сын возлюбленный, в Нем же Мое благоволение». И видим Духа Святаго, который нисходит, как голубь. Этот праздник поэтому называется Богоявлением. Также праздник назывался еще в старину Днем Просвещения и праздником Светом, потому что была такая традиция, и обычай был, на вечере Богоявления, в крещенский сочельник, было принято крестить людей оглашенных, людей, которые готовили себя к принятию христианства. Они подготавливались, были даже разряды оглашенных. Разряды оглашенных свидетельствуют о том, некоторые оглашенные могли слушать то, что происходит в церкви. Другим запрещалось это. И вот настолько был такой строгий подход, потому что многие оглашенные оглашенными оставались на долгие годы. Вот насколько все это было серьезно поставлено. Что еще можно тут заметить? Ну, тут можно открыть некоторые такие вещи, события. Вот, к примеру, вот Дух Божий сошел с неба в виде голубя. Мы можем задать себе такой вопрос, ну, а почему ни другая птица, ни воробей, ни что-то? Вопрос тоже есть. Иоанн Златоуст на это отвечает, что голубь является кроткой птицей, и он больше всего соответствует Духу Святому. Тирил Юрусалимский предлагает нам еще одно сравнение. Как некогда при Ное, когда Ной ждал, когда остановится вода, которая наполнила поверхность, то сучец масличный принесла именно Ною голубица. И известила о том, что значит, что-то появилось на земле, и Ной может смело оставлять свой корабль. И что тут можно добавить, что голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный сучец, так и теперь Дух Святый возвещает разрешение грехов в виде голубя. там сучец масличный, здесь милость Бога нашего. Что тут можно еще сказать? Бытует разное мнение. Мнение такое, надо ли купаться в Иордане. Это, по-моему, я думаю, на сегодняшний день у нас с вами в студии здесь главный вопрос. Мнение разное. Некоторые богословы высказывали, что в зимние крещенские морозы в России, когда термометр у нас более 30 градусов бывает, то стоит ли подвергать наше здоровье риску? и многие высказывались против купания в этих прорубях. Но я могу сказать, что на своем опыте мы с Игорем Леонидовичем проводим эти мероприятия уже шестой раз будет у нас проходить. И за все это время, во-первых, надо отдать должное Игорю Леонидовичу, что организация этого события у нас прекрасна. Спасибо местным властям, спасибо, я очень благодарен нашему ГАИ Систерецкому, потому что всегда наши процессии сопровождает машина ГАИ, которая она останавливает движение, мы спокойно переходим в процессии трассу. Все у нас благочинно, спокойно, у нас после купания веселье прекрасное, у нас тоже также приезжают телекомпании, снимают это событие, потом прекрасно происходит информация о купании. И вот последний раз у нас ведет статистику организация Игоря Леонидовича Excel Хол Холдинг, по их данным у нас покупалось вот в прошлом году 30 тысяч человек. Это о чем-то говорит. То есть и взрослые, и дети все купаются. И взрослые, и дети, да. Но я немножко отвлекся о важном, стоит ли купаться. И вот за все годы купания людей, поверьте мне, никто не пришел, не сказал, вы знаете, у меня кто-то заболел, у меня что-то случилось такое. я с уверенностью могу сказать, что людям становилось только лучше. И действительно, вода это освещает, она помогает, она и укрепляет. И есть такое выражение у православных, по вере вашей, да будет вам. Я не призываю всех купаться, но если вы твердо уверены в том, что с вами ничего не случится, что все произойдет очень прекрасно, то всем рекомендую купаться и приглашаю всех на праздник. И еще можно что сказать, в старину еще, почему купались в воде. Этот праздник также назывался водащи. После праздника Рождества Христова у нас идут святки, когда люди расслабляются, значит, идет застолье всевозможное, молодежь гадает, желает себе что-то хорошего, понимаете? И будучи христианами и осознавая то, что в святке они немножко расслабились и будем говорить отошли от норм каких-то, которые предписывает церковь, были праздники и вот они считали, что вот эти моменты святок они провели греховно, то они почему купались? Они отдавали святость в одежде освященной и считали, что если они искупаются в этой проруби, то грехи, которые они совершили на святках, они отойдут. То есть, очищение такое. Да, вот что я мог бы от себя... Очень интересно вы рассказали историю, Сергей, спасибо большое. А я хотел бы задать вопрос Игорь Леонидович, вы руководите Духовно-простительским центром Сестрорецкий, вот как давно он существует? Ну, я хотел бы сказать, что история возникновения Духовно-простительского центра в городе Сестрорецкий тесно связана с праздником Крещения. И о празднике Крещения, в свою очередь, как он появился в курортном районе, ключевое значение и ключевая роль возникновения этого праздника, конечно же, двух духовных листов, двух священников. Это моего духовного отца Игумена Евстафия и моего духовного наставника отца Сергия. У меня два духовных наставника. Значит, в те 90-е годы, когда Иеромонах Евстафий служил в Старой Ладоге, батюшки Сергия тогда еще не было в нашем курортном районе, я ездил на богослужение к Иерамонаху Евстафию, и каждого 19 января батюшка вырезал, в отец Евстафий вырезал прорубь крестом посреди Волхова, и во имя Отца и Сына Святого Духа все верующие мы окунались. Причем мы каждый, мы окунали друг друга тоже на палки. Вот, причем тогда, когда я окунался в одно из крещений, это было несколько лет подряд, палка сломалась, я успел перехватиться за один конец. Видимо, грехов было много, потому что передо мной шел мужчина 150 килограмм, и его палка выдержала. У меня было килограмм 95, и в общем-то палка сломалась, я успел перехватиться за эту половину палки. После этого батюшка Евстафий стал бечевкой каждого за руку привязывать. И мы тоже это учли в своем празднике. У нас окунальщики держат одну руку, одной рукой держат палку, а другой держат за руку человека, потому что женщины, как правило, когда отпускают их в холодную воду, они руки часто отпускают. Так вот, те 90-е годы я ездил несколько лет подряд к Егумену Евстафию, к Романаху Евстафию на тот момент, сейчас батюшка Егумен. А когда приехал в наш курортный район батюшка Сергий, то депутат муниципального совета Бойко познакомил меня с батюшкой. Это был 2003 год, батюшка, наверное, это забыл, но, наверное, помнит, потому что батюшка был приглашен на то мероприятие, которое мы делали к Дню Победы 9 мая 2003 года для ветеранов. Батюшка поздравил всех ветеранов с Днем Победы, мы познакомились. Тогда мероприятие мы проводили у здания ресторана в центре города, это был ресторан XL Клуб, в котором сейчас находится Духовно-пластический центр и Духовная библиотека. А в сентябре месяце так произошло знакомство с батюшкой Сергием. А в сентябре месяце батюшка после закладки храма первоохранных апостолов Петра и Павла мы опять делали мероприятие в День города, приходит в День города с, как сейчас помню, с бухгалтером Аллой Михайловной, приходит у нас в ресторане значит фуршет, батюшка предложил мне купить икону святых первоохранных апостолов Петра и Павла для строящегося храма, первую икону. Я сказал, хорошо, я согласен, только одно условие, я говорю, можно я батюшка оплачу кресты на строящийся храм? Вот батюшка согласился. И с этого момента уже начались взаимоотношения как прихожанина и пастыря у нас с батюшкой. В сентябре, в начале октября, приблизительно в сентябре, в конце сентября, в начале октября мы нашего коллегу венчали, где батюшка-настоятель в храме святого великого мученика и целителя Пантелеймона, а трапеза была после венчания молодожену в ресторане XL-клуб. И вот за этим столом я предложил, говорю, батюшка, вот несколько, много лет езжу к Ермонаху Евстафию, видел, как там крещение, батюшка, давайте сделаем у нас. Батюшка говорит, давай. После этого батюшка приглашает меня в Киево-Печерскую лавру, первую святыню Руси, в паломничество. Получилось так, что с нами поехал кинооператор, взял профессиональную камеру и мы там снимаем фильм о первой святыне Руси Киево-Печерской лавре. И Киево-Печерская лавра тоже очень большую роль сыграла, потому что, наверное, она дала какие-то духовные силы для проведения этого праздника. Очень большое количество мощей святых находится в пещерах Киево-Печерской лавры. Мы сняли фильм и этот фильм раздали как раз в крещение и очень много верующих потом поехало в паломничество в Киево-Печерскую лавру. А потом, 19 января 2004 года мы проводим первое крещение. И то есть организуют уже деятельность? Нет, проводим первое крещение. Потом опять же приезжает, я поддерживаю взаимоотношения с своим духовным отцом Игуменом Мистафием, и он приезжая ко мне в ресторан, как-то стоя на балконе ресторана, говорит, а вот там был аптечный киоск. Он говорит, там бы хорошо, чтобы была часовня. Ну, я подумал, что часовня очень маленькая, и честно, в результате этот аптечный киоск снесли и построили храм. Благословил батюшка Сергий, благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. И когда воздвижение в 2004 году, значит, воздвижение креста Господня, мы устанавливаем с одним из купальщиков, Николаем Цветковым, устанавливаем крест на вышке, которая... Валентин Леонидович, извините, что у вас пребываю, просто на звонок на линии. Давайте ответите потом на мой вопрос, а сначала ответим на звонок телезрителя. Здравствуйте. Вы слышите меня? Да, 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 говорите. Раб Божий Валентин, отец Сергей, каждый год мне раза по два, по три приходится бывать в больнице. И почти каждый раз я хожу в местную молельную комнату, каюсь, причащаюсь, в службу стою. И что каждый раз меня неприятно поражает, так это очень небольшое количество людей. Ну, больницы сейчас большие. Вместе с сестрами, врачами по тысяче человек. А в церквушке в больничной ну, 30-50 от силы. И то многие из них это не больные, а те, которые живут рядом. А ведь больные-то сейчас все люди пожилые. Казалось бы, кому-кому, как им бы не воспользоваться, там, ну, покаяться и так далее. Спасибо. Не отвечать? Да. Ну, я тут не совсем согласен. Дело в том, что у нас при больнице номер 40 прекрасная часовня Ксении Петербургской. И, да, это небольшая часовня, поэтому сколько она может вмещать, столько она вмещает. И спасибо главврачу, спасибо начальнику этого корпуса, который, что мы имеем такую возможность вообще там служить. Она нам, эта комната передана. и когда впервые я приехал, то первые службы мы все проводили именно в этой часовне. Но в противовесе что хочу сказать, мы больными занимаемся еще не только в часовне. У нас есть возможность, люди, которые хотят, чтобы их в больничной палате, которые не ходят, причастили, поговорили, то у нас священник, извините, как дежурный врач, он всегда на готове, и если только кто-то приходит из родных или там может заводеление просит, мы сразу идем к этому больному, разговариваем с ним, причащаем, или извините, даже если это уже предсмертный больной, то мы и даем какое-то напутствие в вечную жизнь. Поэтому тут я не знаю, почему такой вопрос задан. И единственное, что сейчас там идет демонтаж оборудование, и, конечно, к часовне немножко проход такой не очень доступно. А сегодня память Серафима Саровского, и вот, насколько я знаю, наша свечница, она очень с такой радостью, с удовольствием, говорит, батюшка, спасибо, что сегодня у нас будет служба, у нас прекрасные священники, у нас игумен Мартирий, прекрасный батюшка, прекрасный батюшка у нас Иерей Мирослав, он сегодня служил, вот, поэтому, я не знаю, я считаю, что больница у нас на первом плане, и мы всегда проводим там чтение Акафистов, молебны, поэтому, сколько по нашей возможности, и вот, по моему пониманию, я считаю, что мы отдаем должное. мы подробно уже ответили на вопрос спасибо телезрителям, все-таки предлагаю вернуться к деятельности Духовно-Парсидельского Центра, Игорь Леонидович, вам слово. К его возникновению. Так вот, благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского стало строиться часовня у ресторана, у ресторана на Привокзальной площади, и, значит, тоже момент закладки часовни, и в честь кого во имя кого будет часовня, тоже такой момент, Господь являет чудеса и в наше время, я хотел бы немножко об этом рассказать. Батюшка Сергий мне подарил икону святителя Николая Чудотворца, и говорит, ну, назовешь святителя Николая Чудотворца, а батюшка Игумен Евстафий мне говорит, назови Сергия Ранодичского, так как благочинный отец Сергий. А в свое время познакомил меня Игумен Евстафий с Владимиром Викторовичем Эйхманом, который сейчас хранитель библиотеки. Познакомил этот человек, образованный теолог и богословий, и он предложил идею создания частной библиотеки, так как он за рубежом работал в частных библиотеках. Это был конец 2003 года, и мы стали закупать, потихоньку стал формировать фонд. Формировать фонд, и количество книг, порядка 2000, уже было, скажем, на начало, на конец 2004 года. И вот когда в креста Господня устанавливаем мы с Николаем Цветковым крест на этой вышке, вот сами устанавливаем крест, вы знаете, как бы сознание Господь развернул, что храм оказывается рядом с рестораном. И я принимаю решение закрыть ресторан и в нем основать, организовать библиотеку. Батюшка пишет письмо на владыку митрополита Владимира, а владыка ставит резолюцию, пишет письмо как бы на благословение на библиотеку, а владыка ставит резолюцию. В следующем образовании духовного центра. И в Рождество, 7 января 2005 года мы открываем духовную библиотеку. Организовываем, строим рождественский вертеп, который у нас каждый год теперь в Рождество мы устанавливаем этот рождественский вертеп. Огромный торт в виде библиотеки 40-70 килограмм для всех жителей Сестерска, для всех верующих, для детишек. Они приходят, служатся служба в храме и раздается это угощение благотворительно. Это 2005, это год, 7 января. А первая служба, первая служба в Светлую Седмицу происходит меньше года и в храме 4 мая первая служба в храме Тихвинской иконы Божьей Матери. Но когда... Игорь Леонидович, к сожалению, не дожди вас перебить, у нас просто время программы уже подошло к концу. К сожалению, не удалось на все вопросы обсудить и посмотреть фрагмент фильма. Но я для всех наших телезрителей напомню, что сегодня у нас в программе форум был отец Сергий, настоятель храма святого великомученика Петелимона, Игорь Леонидович Коневиченко, руководитель духовно-простительского центра в городе Сестрорецке. А вас, уважаемые телезрители, поздравляю с великим православным праздником Крещения, которое будет 19 января. Спасибо, что были с нами. Сестрорецке. Ледей, когда выдергиваешь из воды, брызги летят во все стороны. Соответственно, нижняя часть была полностью мокрая от воды, верхняя была мокрая от пота. Смех, смех, смех. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Римской империи или, как ее тогда называли, Восточной Римской империи. От иконы Спасителя справа идет Святой, который, в честь которого освящен храм. В данном случае у нас это святой великомученик Пантелеемон. ПЕСНЯ ПЕСНЯ